Куда исчезли голубые ели? Такой вопрос нам задают жители большого города. Дело в том, что на набережной начался четвертый этап реконструкции. По данным наших мобильных корреспондентов, с аллеи возле яхт-клуба исчезли голубые ели, деревья со своей особой историей. Ирина Забродина сегодня отправилась на набережную для того, чтобы выяснить, во-первых, где пропажа, а во-вторых, узнать, что там будет после реконструкции. Сейчас реконструкция идет возле северных ворот парка. Захватывают территорию яхт-клуба. Ее огородили вот таким вот большим баннером. Но если подойти поближе и внимательно присмотреться, то действительно видно, что нет ни одного дерева. А ведь здесь были роскошные голубые ели. Их, по-моему, привозили специально к нам из Московской области. Но сейчас зайдем за огороженную территорию и выясним. Вот мы уже по ту сторону баннера. Вот как раз на этой аллее и были деревья. По-моему, около 20 штук. Но видим, что они не были срублены, а получается, что выкопаны. Куда девались прекрасные голубые ели, которые здесь были, в общем-то, не так давно. Были аккуратно выкопаны и пересажены на территорию стадиона имени Ленина. За это можно не волноваться. Это было сделано перед тем же, чтобы здесь приступить к каким-то другим работам. Работает организация, которая выиграла тендер на строительство вот этого участка. Это АО «Акватик». Это местная компания? Нет, это не местная, это московская компания. Столь масштабная реконструкция набережной стала возможна благодаря федеральной поддержке. По программе развития внутреннего и въездного туризма были выделены средства. Так, первый транш в размере 177 миллионов рублей был получен в 2016 году. Затем для продолжения работ было выделено еще более 450 миллионов рублей. За это время, помимо берега укрепления, возведения двухуровневой набережной, был построен пешеходный фонтан, реконструирован открытый плавательный бассейн и высажены аллеи. Но реконструкция ведется не только на федеральные деньги, идут отчисления и из бюджета края. Сколько денег потребуется на реконструкцию именно вот этого участка? Стоимость проекта – миллиард 99 миллионов. Такие суммы внушительных. Бежослужный участок. Мы стоим возле плана. Расскажите, что будет здесь? Пешеходная часть сохраняется на том же самом месте. Сохраняется здание ехт-клуба. Янка для маломерных судов. Это будет плитка, это будут велодорожки, это будет освещение. И изменено техническое решение по устройству непосредственно самой набережной. Будет вертикального типа, такая, как на Утесе. Около ехт-клуба и со стороны Амура она будет уширенная. И к ней обеспечена будет возможность швартовки судов. Типа вот Василий Паярков. Дополнительный причал еще появится. Там, по-моему, у нас канализация вытекает. Она остается? Она остается, но она будет переложена. Она будет изменена в новых конструкциях. То есть это тоже удорожание проекта. Запах не будет? Нет, конечно. И самое главное, что по всей этой набережной будет продолжено строительство и гидротехнического сооружения. Вы, наверное, видели вот такие покрытия квадраты, куда ставятся столбики, а потом между ними набирается защитный сам борт. Не допускаем того, что было в 2013 году. Построены будут аванкамеры. Это такие подземные сооружения, в которых вода будет сливаться, дождевая, с города. А потом насосами перекачиваться через вот это защитное сооружение. То есть это очень сложное техническое сооружение. И стоит оно миллиард сто миллионов. Общая протяженность этого участка набережной одного из самых сложных – 578 метров. Строители обещают завершить здесь все работы к 20 октября 2021 года. Ирина Забродина, Павел Легалин, Большой город Лайф.